Виталий Хеми 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 которые прошли соответствующие сертификации на статику, на динамику, на соответствующие навантажения под вагой, на соответствующие температурные режимы. Есть все соответствующие прилады, которые нужны для работы. Есть четыре рабочих места в соответствующем транспортном засобе, вся оргтехника и так далее. И мы еще планируем на следующий год докомплектовать эти транспортные засоби видеокамерами, чтобы мы видели, и инспектор, который будет писать тот или иначе протокол на порушника, он был под видеонаглядом. И тогда мы сможем монетировать его работа, мы сможем сказать, что действительно нет никаких провокаций или коррупционных рисков. Мы также хотим дообладнать еще GPS-ами данные транспортные засоби, чтобы керевник понимал и увидел, где находятся эти транспортные засоби. Они на линии работают или они поехали на пляж отдыхать? И так далее. То есть вся работа системно началась в 2016 году, потому что габаритно-ваговый контроль, он существует на папере. Он десятки лет не впровадживался. Но мы видим по состоянию дорог после ремонта. Однозначно, если мы говорим про сбитки, которые наносят перевозники нашим дорогам, нашей дорожной инфраструктуре, нашему дорожньому покрытию, то это цифра больше 2 млрд грн в год. И, естественно, чтобы эти миллиарды грн мы не витрачали, хотя бы сберегать то, что есть, то нужно качественный, системный габаритно-ваговый контроль в Украине. Мы его начали, повторяюся, с 2016 года. Були спротивы введения цего габаритно-вагового контроля. Були певные поддержки. Но за более чем 1,5 года все понимали, что эта функция нужна для того, чтобы мы мали нормальные дороги. Уряд выделяет безпрецедентные колоссальные деньги на ремонт и строительство дорог, как с центрального бюджета, как с государственного бюджета, так и органы місцевой влады. Они строят дороги для того, чтобы эти дороги служили десятилетия, для того, чтобы эти дороги не руйнулись, а, в частности, если мы говорим сегодня о Одессе, то это певденний регион, где зосереджено ряд портов, где зосереджено ряд сухопортов, где основные напрямки магистрали перевезения вантажей автомобильным транспортом. То есть, понятно, что тут, на Одессе, нужно как-то габаритно-ваговый контроль. И, зокрема, мы таких 5 комплексов сегодня передали Одессе. На жаль, что хочу констатовать, что для того, чтобы мы могли мобильно рухаться по габаритно-ваговому контролю, по переверкам, в Одессе, нужно местной владею и областной владею дообладнать, сбудовать ряд площадок. Есть рекомендации, где эти площадки должны быть? Зрозуміло, что есть, у нас есть своя аналитика по каждой области, и, в частности, по Одессе. Это основные напрямки, это как и магистрали основные, и это подъезды до соответствующих портов. Бо вантажей они рухаются на певдень до портов, однозначно. Мы, как страна, которая много экспортует сельско-господарской продукции, в том числе, и тысячи миллионов тонн перевозятся до портов. И, зрозуміло, что до каждого порта подъезд мае быть габаритно-ваговый контроль. Впроводжение або до сухопортов, до соответствующих элеваторов, до соответствующих карьеров, и так далее. И, зокрема, на основных центральных державных магистралях. Для того, чтобы мы могли мобильно рухаться и працювать, то нужно, я рекомендую, как минимум, хотя бы три площадки на один комплекс. Мы сьогодні маем шесть на Одещине, еще треба збудовать біля десяти таких площадок. Если Одещинская влада, я знаю, что есть желание в керевнике областной державной администрации, Максима Володимировича, я с ним про это спілкувался, то в него есть также бачение, он готовый ставить это питание, у меня это питание приоритетное, для того, чтобы из местных бюджетов, из областных бюджетов, закуповывать соответствующие комплексы и будывать соответствующие площадки для этих комплексов. Это мы говорим о тех достижениях, которые имеют отношение непосредственно к Куртрансбезопасности. Но вот вы сами рассказали о важном элементе, чтобы не допустить коррупционную составляющую. Не могу вас не спросить, мы встречаемся в конце года, и какие-то итоги можем подвести деятельности вашей структуры. И много читал ваших пост в Фейсбуке. Работа некоторых региональных отделений Укртрансбезопасности оставляла желать лучшего. Вы понимаете, о чем я говорю. Очень много людей, к сожалению, не смогли обойти соблазн, где-то что-то взять лишнее, то, что они заработали. Как бороться с коррупцией в новосозданном органе? Относительно молодой орган, но тем не менее, я так понимаю, что механизмы еще, к сожалению, не придуманы, чтобы исключить, искоренить коррупцию. Я скажу, что в каждом органе державной влады, как и в местном, так и в центральном, на найвищих постах є відповідні проблеми, зокрема боротьби с коррупцией. Что я хочу сказать? Наша служба была створена шляхом злиття двух инспекций. Морріч-инспекція, которая працювала по направлению речки моря, а также транс-инспекция, которая працювала по направлению автомобильному и железнодорожному. И много людей, которые працювали в этих структурах, автоматически перевелися в новостворенную службу. И если мы проанализуем те звольнения, которые я делал, тех хаберников, которые выявляли правоохранные органы, есть уже ряд вироков, судов по цих працівниках, то все эти працівники были працівниками этих старых инспекций. Я вам скажу, что я больше 100 человек этого года звольнив. Минулого года, так же приблизно сама цифра людей, больше 100 человек мы набрали новых через конкурс. Постойно служба оновлювается. Проблем и, как вы сказали, таких рисков, они есть постойно. Есть масса провокаций, где пробуют дать хабар, чтобы сделать показник. Есть масса таких зауважений до наших працівників, которые на что-то намекают. Есть уже реальные факты, где были требования, тех или иных денег нашими працівниками, где працівники правоохранных органов, как нацполиция, так и СБУ, прокуратура, где мы спольно отработали эти все моменты, есть ряд затриманных, есть ряд вироков. И я каждому керевнику говорю, я публично это говорю, я навык делал нараду в прямом эфире. Я говорю, шановные, вы как керевник в каждой области, если вы не можете дать лад с вашими подлегами, тогда вопрос также у вас. И много керевников я так звольнив. По Запорожьей области, по Винницкой области, в том числе и по Одещине. Два раза двух керевников я звольняв, потому что были факты хабарничества. Один факт был хабарничество по морскому напрямку, другой факт хабарничества был по автомобильному напрямку. И я всем это говорю открою. Шановные, вы должны проводить работу с своим персоналом. Не может моняк ответить за каждую особу в регионе. И я також еще взял практику ездить по регионам, по областям, побачить и проанализовать работу управлінь, как они працюють. А то керевник приезжает до тебя в Киев и доповедает, как у него это прекрасно, какой он чудовый керевник, какие у него успехи, какая у него співпрация там с владой, с правоохранными органами. А когда ты, как керевник, едешь в регион, то ты можешь побачить, это среди, какие есть проблемы, как работает, проанализовать, если тебе керевник рассказывал правду, или он, возможно, тебя обманивал. И, понятно, что уже после таких поездок ты делаешь соответствующие коррективы, в том числе и кадровые. Работа сотрудников Укртрансбезопасности это прежде всего ответственность и за людей, которые проезжают нашими разными путями, железной дорогой, пурским транспортом, в том числе автомобильными дорогами. Когда мы говорим об общественном транспорте колесном, то, говоря об Одесской области, я не делаю акцент на нелегалах, нелегальные перевозки – это проблема всей страны, но вот, то, что даже я изучал, вот два ярких примера по Одесской области – это нападение на пассажирские автобусы. На Киевской трассе было весной, и вот буквально на днях на трассе Одессы-Рени новость – обстреляли автобус, который ехал из Рени в Киев. На самом деле какая-то дикость, как на Диком Западе, когда пассажирский автобус с людьми… Понятно, что это может быть прерогатива правоохранительных органов. Они должны найти, вычтить хулиганов или, может быть, больше, чем хулиганов. Но мне кажется, что и управление госслужбой по безопасности на транспорте также держит на контроле все эти вопросы. Я вам скажу больше, чем вы озвучили. Такие проблемы существуют в каждой области. Вы привели пример двух фактов за год, которые имели место на Одессе. Но такие факты есть не поодоногие. И разбирки между конкурентами, между перевозниками, они существуют. Я хочу сказать больше, я это говорил публично, я не боюсь этого говорить. Велика доля ринку, вона криминалізована пассажирских перевезений. Если мы начнем с самого початка, для прикладу, перевезения пассажирские, как и в середине міста, в середине области, между областями, между державами, все равно, тим чи іншим моментом, есть какие-то, мы бачим, проявы криминалитета. Останние годы, это было больше, сейчас, понятно, что ситуация, воно, ци процессы минимизуются, но они имеют место, все равно. И мы бачим, подпал автобусов, выбивание там векон, так, всякими бандюками, мы бачим, порезанные колеса, мы бачим, обстрелянные автобусы. Так, повинна займаться полиция, но я говорю, шановные, есть велика проблема в том, что на пасажирском транспорте есть так называемая черная каса, которая ни где не обликовывается. В первую очередь, перевезник, хоть он легальный, он не выдаёт квитки. Это уже есть порушение. Кто его знает, я, как контролючий орган, или вы, как представник местной власти, вы же знаете, сколько продалось квитков? Нет. Вы знаете пасажиропотек на том или ином маршрутке? Нет. Вы знаете, сколько они зарабатывают? Нет. Вы знаете, сколько они платят податки? А они их же показывают, как много минимальных. Но при этом повышается цена, какие-то аргументы, да? Ну, они рассказывают, что паливно-мастильные материалы дорогие, обслугованные. Но мы же не знаем экзамен. Но мы, с другой стороны, видим, на каком транспорте перевозят наших людей. И если я седаю в какую-то рухлядь, которая рассыпается по дороге, то, естественно, что такая должна быть цена. Но я в такой транспортный засед не седаю, потому что я переживаю за свое здоровье. Что мы, как служба, делаем в данном направлении? Наше основное задание – это безопасность пассажиров, безопасность и качество дать послуг. Потому что каждый хочет получить безопасную и качество послуг. Я говорю, что собираемся за круглым столом с перевозчиками неодноразово. Я говорю, шановные, почему вы не обновляете транспортные засоби? Почему вы ввозите на тих транспортных засобах, которые устаревшие, которые не экологически, не чистые, которые небезопасны для перевезения пассажиров и людей? Они говорят, ну мы добиваем то, что есть, мы не хотим укладывать по новому. Я говорю, это безопасность. Вы же каждого года, два раза на год должны проходить технический огляд. Питание уже по-другому, как они проходят этот технический огляд соответствующих структур. Но, в первую очередь, это безопасность людей. И, много кто из перевозчиков сейчас я бачу, оновляет транспортные засоби, много кто нет. И рассказывают, что высокая цена у нас не имеет денег. Но, с другой стороны, мы смотрим, сколько продают квитки тьи или другие автостанции. Если сделать соответствующий анализ, то мы видим, что у нас майже все маршруты, каждый напрямок есть. Збитковый? Напевно, что. Потому что переховать те квитки, сколько продано, сколько людей ездят, то какая-то дивная ситуация стаёт. А это уже не сплата податков. Это, если ты не сплачешь податков, держава не имеет возможности поднимать заработные платы, пенсии, и т.д. Это ланцюгова реакция. Как быть? Наказывать гривней наказывать? И мы тому сделали ряд комиссий, где спольно работаем с нацполицией, с органами Державной фискальной службы, с другими правоохранными органами, с органами местной правоохранения решить. Но, с другой стороны, нужно смотреться глобально в эти процессы и понять, что инструмент, что таки инструмент, это чинное законодательство. Его нужно удосконалювать, чтобы были понятны правила игры. Чтобы перевозник, который хочет зайти на рынок, он есть сразковый, он имеет соответствующую материальную техническую базу, он имеет хорошие транспортные засоби, он может надать качественную и безопасную послугу. А такого перевозника оттесняют або какой-то криминалитет, або какие-то конкуренти, або он просто физично не может зайти на рынок, потому что рынок зарегулирован. И тут много министерство в том числе, где мы спольно подавали ряд законопроектов змин, как и на пасажирском транспортном и на вантажном транспортном зробить дерегуляцию також ринку, чтобы на рынок зайшли доброучесные перевозники, чтобы у них была история, финансовая спроможность, доступ до рынка, чтобы все было ліцензовано и так чтобы витеснить цих сирых, или легальных, или недобросовестных, которые не хотят надавать качественную послуги. Еще одна велика проблема это мораторий, который мы видим по к количеству транспортных пригод. Я анализирую последние годы. В 2016 году не было мораторий, наша служба начала виходить на перевірки плановые, позаплановые, если это нужно. А в 2017 году уже есть мораторий, и мы только работаем рейдовыми переверками, на позаплан мы можем выйти только с дозволом Державной регуляторной службы. И это также проблема, потому что не можно выйти на плановую переверку до ліцензиата и поделиться его всю материальную техническую базу. А бить точково по тому чи иншому маршруту его, оно не є настільки потужно і эффективно. Спасибо, Михаил, за насыщенную беседу. Вы частый гость в нашем регионе. Приходите с разными новостями, будем анализировать, общаться, делиться новостями. Спасибо. Спасибо вам. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.